всем доброго времени суток с вами youtube канал республика бурятия я одна из ведущих нашего канала который именно из бурятии из лануды ведет прямые эфиры или заливает видеоролики дмитрий дмитрий баиров он редко выходит дмитрий баирова свои есть нюансы почему он не может проводить прямые эфиры и так далее так далее время потом придет когда он сам расскажет что ему угрожало и что ему угрожает но умные люди которые нас постоянно смотрят наши подписчики они понимают почему ему нельзя хочу еще так сказать что меня лишали на какое-то время эфира то есть блокировали вообще выкинули из республики канала республика бурятии потому что у нас теперь на канале новый хозяин и он по-своему там решает как ему чукова там быть и чукова у меня там в общем то я хочу обратиться пётр докажи что я работаю на фсб перестань гнать всякую чушь и это некрасиво за глаза за глаза обсуждать меня я тебе еще до этого писала ни за рта она никого не имеете права без зуртана обсуждать или например по теперь еще и меня там обсуждаете и ты там утверждаешь что ты ты найдешь какие-то доказательства мое там еще что-то и я не оправдываюсь ни перед чем потому что я не могу оправдываться так как это не на самом деле такого нет и не может быть меня там знаете как в общем я вас прощаю за все за ваши вот эти вот нападки которые вы на меня нападаете вот ну и вы меня простите за мои грубые короче ответы которые я вам пишу и просто я хочу вам сказать специально делаю так говорят там болтатарова работает на фсб бурлов работает на фсб там на 4 петя там работаешь на фсб зуртан работает на фсб но все мы короче активисты работаем на фсб выходит баишникова работает на фсб ну блин все конторщики вот так вот на самом деле хотя вот среди нас никто не работает на фсб но делают так как будто бы мы работаем друг друга просто этим давим куку я вот так раньше тоже как бы может могла подумать бы да там и типа бнд там тоже такой там такой же фсбшник заслонный туда шпион или еще что-то откуда у людей такая извращенная фантазии правильные как бы на руку вот этому фсб я думаю надо остановиться друг на друга лить говно прекратить это все начать разумный диалог диалог не только как было так а вот в открытую чтобы не было недопониманий каждого свое конечно там куку стреляет каждый свое вложение там что-то сделал да если вы у меня забрали ключ на какое-то время там все вот мне просто ответьте у меня сейчас еще раз заберете ключ кто будет ведущей и на канале республика бурятия здесь вообще из бурятии есть кто-нибудь нету и вот так вот меня унизить оскорбить я конечно не ожидала но был хлам судья бог не судья я вас прощаю как так и вы меня простить сегодня я хочу просто-напросто обратиться с благодарностью благодарить людей а вот и закон из-за скандала которое произошло то есть мы собирали сбор на адвоката наталья войны филоновой самого начала когда ее закрыли с прошлого года я в группе в чатах я просил давайте будем собирать потихоньку сбор как бы объявим там сделаем для натальи войны филонов у нас был свой адвокат чтобы мы могли бы какую-то связь не иметь там через адвоката там того всего она могла бы нам передавать свои как бы пожелание там или еще что то мы могли бы знать и состояние здоровья и какие-то там какие-то апелляции там жалобы что-то вот помогать за счет в этом плане вы там пришел ванкеев первые которые потом слился полчаса была брянская она кстати тоже слилась им за это время пока мы не знали у нее оказываю 10 судов мы об этом вообще не знали ну вернее то есть мы узнавали уже позже и то мы узнавали я лично узнал только по типа за 20 до дата точно что и продлевали продлевали там феврале продлили потом марте продлили и вот сейчас в апреле мы наконец-то оказывается у нее еще перед такие еще были суды как бы ребенку были еще суды и все мы об этом никто ничего не знали мы не в курсе нас держали в темноте и вот тут как выстрелила баишникова она выстрелила тем что 30 марта мне с утра позвонил артем бурлов и сказал пять часов у филоновой курсе нет конечно кто-нибудь в курсе никто не в курсе но он баишникова курсе всех попросила собрать предупредить и все и вот мы погнали в октябрьском в общем-то там был эфир вот вот тогда конечно баишникова выстрел у меня очень сильно удивило ладно там все прошлое что осталось и вот тогда вот она как бы и вот и вот это моя тема что надо адвоката своего адвоката и как бы я с ней поделилась а это чем не устраивает я говорю ну не знаю бы она назначена какая-то такая не знаю она не идет с нами на контакт не подходит не спрашивает нас не интересуется значит это другая в общем-то не наше и все мы стали искать свою таки башников свою там какую-то предложила значит я значит свои тут варианты как бы в этом плане без разницы кто будет но мы найдем будет он будет не из бурятии возможность адвокат будет может пригласим кого-то да но здесь просто в бурятии у нас согласилась женщина она уже пенсионного возраста но она адвокат и она сказала мне терять ничего я не боюсь у меня уже есть пенсия заслужена у меня все есть на это очень даже интересное дело пенсионного вот не вот аван заплатите 50 тысяч ну что я буду все равно как бы своим здоровьем не то что там туда-сюда надо отправить пройти что-то что-то оплачивать вот этот аванс и мы-то в общем-то срочно решили вот это собрать как бы провести эфир и проводили эфиру может быть как-то не объяснились там с некоторыми заинтересованными нашими скажем там соратниками там единомышленниками которые находятся не только здесь бурятия не разбежались по всему миру до видите ли как бы все и там все погнали там зачем адвокат это бестолку у нас такая сейчас система такая страна вообще толку вообще тут это правосудие ничего нету вообще ничего не надо делать и того всего наталья ивановна нужно вести отказную тактику и вообще короче как будет сложите ручки вот так вот и сидите и все все равно толку мы не добьемся того всего но тогда зачем нам правозащитники зачем вот это вот все как бы вот чё к чему там правозащитники что-то будет там рыпаться или говорить там хотя их уже давно от нее не подпускает не надежда не зодкина не барлакова никого к ней не подпускает из правозащитников которые мы знаем и которые именно за наталью ивановну идут и поэтому когда мы это все прямой освещаем говорим кто будет адвокат нам требует фамилию еще что то мы не будем об этом говорить потому что если это как только мы назовем потому что на этих людей и новые правозащитники там и адвокаты как только начнем их называть именно на них сразу начнется давление то есть уже на них поиск там или еще что то как-то их начнут тормозить как бы устранять или давить на них поэтому это моя конечно те и затея ну а ольга надо она помогла нарядом как бы такая она умеет говорить у нее как бы то есть и все какие у нас были неприятности между пока мы как говорится топор войны зарыли и она единственный источник который ходит боишь никого туда на туда ходит сюда все за уходит и мы на тот момент с этого мы собрали как было 14400 рублей и на эти деньги ольга говорит давай оставим на адвокат все-таки будем собирать я говорю у нее же сейчас курят наталья ванна когда телефонный разговор был с ней она позвонила вольге я была свидетелем и попросила сказала что у нас тут женщина сидят того всего пожалуйста адвокат адвокатом передачку сделайте там или денежку отправьте там насчет моего все за того всего мы это все это поняли и еще поняли того что наталья ванну как забрали в это в то же самое то же самое одежде да в зимних сапогах там во все зимние дать от ритузы колготки это все и все у нее не сменки не было и прямо же ее же срока же утащили со школы увезли и закрыли и и она как бы у нее не тапочек ничего нет ну там она ладно какие-то деньги на танку не поступали на купил там зубную щетку что тут такое да по мелочи то может гигиенический покупает на там очень дорого магазин сезон два-три раза дорого если я например здесь могу скажем купить зубную пасту за 100 рублей там там будет стоить точно 400 500 рублей это у них свои там цены вот но я так примерно как бы вам говорю чтобы вы так я просто хочу объявить такую большую благодарность и обратиться к тем людям сказать спасибо потому что вот на самом деле за вас надо молиться за тех людей которые неравнодушны и сами как бы так вот если они не могут физически там как-то что-то пойти бороться со справедливостью но они значит деньгами помогает наталье ивановне вот они откликнулись на эту тему на тему адвоката но эти деньги вы потратили не на адвоката 14000 там не всю сумму конечно потратили 8 там с копейками 8600 или 8500 там с копейками очень потратили я могу просто вот зачитать все имена с того дня когда 11 апреля спущу делала прямой эфир вот этот объявила как бы а нужен ли адвокат для филоновой и очень так как бы решили и получается те вот именно которые первые самые первые и тому доказал макур украине да вот я тут списка себя написала это екатерина ф фамилии на я знаю по катю мы с ней москве познакомились отличная женщина 500 рублей юрий пробс 5000 рублей сам большая сумма от юрия пробства но вообще у нас замечательный человек марина в мы думаем что с марина васильева полторы тысячи через тиньков пришел перевод александра б 600 рублей наталья о 500 рублей людмила и по моему величай и 500 рублей дома р фамилия на буквары 500 рублей спасибо думаю что у нее там такой ник был людмила к тысячи рублей и было там написано от милы для натальи ну вот это наша лондонская людмила анастасия к 1000 рублей виктор с 300 рублей а ян бнд это игорь профсоюзник 2000 рублей это вот крайне потом после через 23 дня пришли вот эти вот уже позже видимо не посмотрели наш эфир и отправили и лариса 1000 рублей все вместе получилось 14400 на эти деньги были куплены значит спортивный костюм носки летняя обувь там были значит по-женски там куплены там специальные там значит штанишки да такие тонкие свободные но там единические там как бы дела потом были конечно куплены продукты в эти продукты все что там полагается там все продукты был куплен на три с лишним тысячи ну и плюс там в отдельном магазине уже как бы заходили там покупали пачку одну сигарет тетрадки и ручки для наталья просто то что там по просьбе забыли купить тетради там ручки и сигарет принималась больше вернее то есть приемка 7 килограммов ну там чуть чуть больше получилось но те самые работники которые там принимает они пошли говорится навстречу потому что это не только для натальи ванна это для всех тех женщин которые с ней в камере находится по просьбе наталья ванны то есть для всех кто там с наталья ванна рядом наталья ванна там свет для них она им помогает и мне как всегда это ее вот такая позиция всем помогать она помогает там можно не только там делится чем там есть когда бог послал то есть это мы их скажем так она делится естественно своими знаниями своими юридическими какими тоже посолом подкованную ну и своем материнской мораль не женская поддержку дает тем женщинам которые сейчас находится последствием последствием тем иным каким-то не знаю как они туда попали почему там это все но все равно естественно там все уголовные дела сидят женщины и в итоге сейчас у нас осталось пять девятьсот ну там с копеечками наталья ванна попросила ставить эти пять девятьсот пригодятся они потому что она на самом деле хочет независимого адвоката то есть пускай будет не из бурятии даже правозащитника но не из бурятии она уже отказалась из бурятии здесь кого-то чтобы здесь были из бурятии поэтому и другой круг сейчас будем расширять искать если нет так нет как в этом плане как пойдет время мало осталось то скоро 6 мая значит но она сама готовится к защите вот еще могу сказать что вчера четверг юлия жамбалова должна была по просьбе потому что опять же добилась та сама башникова все им там пороги отбила юлия жамбалова пообещала сходить до натальи ванны до их камеры посмотреть каких условиях она там находится по ее здоровью и так далее товаре какие жалобы с наталья он нужен баллов потом возможно даст он какой-то письменный отчет том что она там была как она там в общем этом час башникова там и последствием бегает того всего то что она делает то делает потому что она должна наталья ванны очень многое если не наталья ванна наверное ольга бы не знаю свое время может быть голода пухло бы там еще что-то какие-то не неприятности были не кроме наталья ванну ольгу башнику видимо последнее время никто ее не защищал к ней не шел навстречу многие там пишут грязные вещи да вот там она там наталья ванна как бы используется наталья ванна она все прекрасно понимает я не могу ругать наталья ванна за то что она ольгу башнику поддерживают да и поэтому по примеру наталья ванны как я пойду как бы навстречу кольки потому что она сейчас за это за апрель месяц кстати вот именно ольга 17 апреля в понедельник отнесла все это помог отвести это у нас артем бурл и мы теперь получается что мы троему просто сейчас вот в этот в апреле вот в апреле троем работаем в помощь натальи ванну все остальные как-то может быть не хотят не пишут акс свое активное желание не не проявляет раньше если я им писала то как бы звонила почему я должна все время звонить и писать это не давай пускай вы мне должны звонить и писать мне уже надоело им там название писать звать и просить так что будьте активнее вот мне же башнику уже я же не как бы то ей надо она мне звонит она мне пишет то же самое артем бурлов обращается как бы в таком плане и все вместе мы значит троечку работаем сейчас в помощь натальи ванны присоединяйтесь всех тех кто здесь есть всякие обиды всякие вот эти все от себя откидывать поэтому большое всем вам спасибо кто помог в сборе 14 тысяч 400 рублей потихоньку конечно будет еще как бы там может я не знаю как получится будем ли мы еще будут продолжать нет наверное это ольга просит на типа наталья ванна игру пока наталья ванна сама не скажет какая там сумма или может по часу не найдем человека конкретно до которого будет ее защищать и какую сумму объявит тогда и будем значит объявлять а марафон или еще сбор пока просто так помощь так идем мама сейчас на эту минуту наверное все какие-то дальнейшие будут новости там прямые эфиры там еще что то но это мы будем уже далее как говорится быть добру если мы сидим в темноте так пожалуйста держитесь своей правды как единственного света в этом темноте в этой в этой тьме вот большое спасибо что вы с нами постоянно поддерживаете нас понимаете нас и будьте с нами подписывайтесь пишите комментарии где-то мой возможно мы два и мы не правы два и мы право да ты все время нас расставит время все на свое расставит потепление скоро будет и как говорится и на нашей улице будет праздник только вот кто будет на эту улицу праздник отмечать но это тоже время покажет урвай хал вперед